Why are we creative? В чем причина нашей креативности? Больше чем фильм. Огромный проект голландского режиссера Германа Васке. На протяжении долгих лет он задавал этот вопрос известным и успешным людям. Нобелевским лауреатам, режиссерам, актерам, музыкантам, политикам. От Дэвида Боуи до Далай-Ламы. И вот результат. Премьера документальной картины, собранной из десятков интервью, состоялась на 75-м Венецианском кинофестивале. Герман, вы точно знаете мой первый вопрос. Итак, почему мы креативны? Причем, уточню, я бы хотел услышать именно ваш ответ, а не некое обобщение того, что вы услышали от респондентов. Я с удовольствием отвечу. Для меня креативность — это познание. Я люблю путешествовать в те края, где никогда не был, удивляться и находить неожиданные вещи по пути. То есть я просто вдохновляюсь сюрпризами. Возможно, мой следующий вопрос покажется вам странным, но тем не менее. А почему нам вообще важно понять истоки креативности? Почему нам просто не наслаждаться ей? Я отвечу вопросом на вопрос. А в чем смысл вопроса о смысле жизни? Философский смысл этого вопроса. Поймите, мой проект — это больше, чем фильм. Это коллекция из тысячи интервью, записей, рисунков. Это книга, это сайт, это мобильное приложение. И да, это кино. Мне нравится формулировка моих продюсеров. Встречайте, в чем причина нашей креативности больше, чем фильм? Скажите, а в чем для вас главная разница между креативностью и талантом? Окей, давайте начнем с веб-словаря и его описания креативности. Креативность — это способность создавать то, что прежде не существовало. Это очень точное и полное толкование термина. Как часто в своей жизни вы понимали, что делаете нечто, что никто не делал прежде? Так что в чем разница между креативным человеком и любым другим в том, что первый творит? Я всегда вспоминаю интервью художника Дэмина Хёрста, журналисту BBC. Корреспондент спросил, что такого выдающегося в вашем искусстве? Я бы мог так же. А Дэмиан ответил, пожалуй, но вы этого не сделали. Именно в этом итоговая разница. Креативные люди действуют, пока остальные говорят, думают, но бездействуют. То есть правильно я понимаю, что разница между талантом и креативностью для вас такова? Талант — это то, что у вас есть, а креативность — то, что вы делаете. Я бы не противопоставлял эти два понятия настолько сильно. Давайте остановимся на том, что креативность — это то, как вы распоряжаетесь своими идеями. Вы проинтервьюировали очень много людей, от Спилберга до Далай-Ламы. Скажите, разговор с кем впечатлил вас больше всего? Если мы говорим о впечатлениях, я выделю интервью с Дэвидом Боуи. Оно было о буддизме и восточных религиях. Он тогда спросил, как именно должен протекать наш разговор. Мы стоим напротив друг друга и что-то обсуждаем? Именно в этот момент мы решили, что все будет иначе. Я развернулся к окну и оставил его наедине с камерой. Но Дэвид — невероятно спонтанная фигура. Он был уникальный человек. А интервью с кем было худшее? Я бы не сказал, что было худшее. Любой ответ и даже его отсутствие — это проявление индивидуальности. Это проявление креативности. Позвольте мне привести пример. Чарли Саачи — миллиардер. Я уговаривал его на интервью. Говорил, Дэмиан Хёрст отвечал на мой вопрос. Тильда Суинтон отвечала. Еще кто-то. А он отвечал, но только не я. И ведь это тоже позиция. И я взял пустой лист бумаги, написал наверху Чарли Саачи и повесил на стену на выставке моего проекта. И да, это полноценный ответ. Я вижу в этом отказе желание отличиться. Проявление индивидуальности. Он не боится отличаться, и это здорово. Насколько я понял, самый популярный ответ на вопрос звучал так, что корни креативности нужно искать в детстве. Я прав? Да, и я вижу в этом стремление сохранить связь с ребенком внутри себя. Это важно. Но самые популярные ответы — это детство и судьба. Под судьбой я имею в виду отсутствие выбора. Мысль о том, что я более ничего не умею, я ни для чего более не создан, кроме как творить. Но это интересно, между этими двумя понятиями много общего. И детство, и судьба — это то, что мы не можем контролировать сейчас. Да, это страх, который преследует нас с античных времен. Идея мус, которые дают вдохновение. Но на самом деле в основе этого боязнь того, что что-то пойдет не так. Знаете, как мне ответил на вопрос о креативности Дэвид Линч? Он нарисовал дорогу, которая уходит в темноту. Для него это корень креативности в страхе. Но попробуйте отправиться по тому же пути, и вас ждут неожиданные открытия. Что ж, мой последний вопрос. О чем будет ваш следующий большой разговор? Каков ваш следующий вопрос к этому миру? Мой следующий вопрос диалектически противопоставлен предыдущему. Итак, в чем причина отсутствия в нас креативности? У меня уже собран материал для этого проекта, и знаете, он может быть полезным для тех, кто считает себя креативным. Спасибо большое. Это было настоящим удовольствием говорить с вами. Спасибо. This crazy odyssey was careering out of control, but I couldn't stop. This is what matters as bad for folks to me, and to the right. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.